Большинство из вас уже на следующей неделе возьмет 50 уровень. Этот ролик даст вам понятие и понимание, что вам даст этот уровень вообще, как подготовиться к нему, потому что я лично, когда его брал, столкнулся с гигантскими проблемами. Чтобы у вас этих проблем не было, вот как раз этот ролик вам и поможет. Если он вам помог, поставьте палец вверх, да и подпишитесь. Ну и напишите в комментариях, помог или нет. Но если вы посмотрите этот ролик через месяц, через год, я не знаю, и так далее, просто вы будете иметь представление, что такое 50 уровень. Начну я с первого пункта, по поводу вот этих банок. Стоит ли их тратить на 40 уровне или копить до 50? Некоторые блогеры говорят же, на 50-м да выпадает две шмотки из пещеры коррозии. Я имею в виду по поводу реликвий. Так вот, я вас спущу сразу с небес на землю. Сразу говорю, что эти банки вы можете смело тратить на 40-м плюс уровне. Поэтому, если у вас есть эти банки, можете прям сейчас их тратить, потому что быстрее возьмете 50-й уровень. А это принесет вам определенные преимущества. Я сейчас поясню все по делу. Смотрите, первым делом по поводу шмоток, чтобы, еще раз говорю, вас спустить с небес на землю, у нас с вами есть пещера коррозии. Правильно? Так вот, в этой пещере коррозии за 40 энергии вы на 40-м получаете одну стабильную легендарную шмотку. Но! Дело в том, что на 50-м есть шанс, подчеркну, есть шанс выпадения двух шмоток за проход. К чему я веду? К тому, что первый раз, когда я только взял 50-й уровень, перешел сразу в пещеру коррозии, я начал, думал, блин, ну сейчас мне навыпадает. На данный момент статистика такая. Короче, от 35-ти, некоторые источники, до 50-ти процентов шанса выпадения второй шмотки. Я пошел на 50-м, первый раз, уже повторюсь, вот, и 8 раз сходил, да, это, если я правильно посчитал, там 320 энергии потратил, это более суточные нормы, и выбил себе, знаете, сколько двойных шмоток? Ноль. Абсолютный ноль. Я это запомнил, потому что это был, первый день это было не так давно. Так вот, на данный момент я, наверное, в коррозию пещеру, ну, сходил, ну, наверное, где-то, ну, может быть, под сотню раз, ну, может быть, поменьше, конечно, но я могу сейчас на пальцах одной руки перечислить, сколько раз мне выпадало две шмотки. То есть, если вы копите ради двух шмоток, это, ну, как сказать, да, шанс есть, но он слишком небольшой. Поэтому, в целом, я бы вам не советовал упарываться, именно ждать 50-й, при том, вы будете брать очень долго 50-й, и при этом, там, еще раз говорю, есть лишь шанс, да, поэтому лучше ходить на 40-го. Теперь по поводу 50-го, почему его стоит взять? Потому что вам открывается пещера коррозии, ой, не пещера коррозии, а виртуальная вселенная, которая приносит вам больше наград, чем есть на 40-м уровне. То есть, это больше вам нефрита дается, тут, по-моему, 60, тут, по-моему, 65, ну, и кредитов, по-моему, 85 тысяч. То есть, тут награды, ну, где-то процентов на 30 выше, да, если мы берем, там, по нефриту. Если вы еще не 50-й уровень, и у вас остались банки, я вам советую эти банки потратить на следы, то есть, на ресурсы, которые вам пригодятся, когда вы будете поднимать своих персонажей на 60-го, на 70-й уровень. И вам этих ресурсов понадобится очень много, поэтому вы тем самым тратите на нужное дело, да, то есть, вы потратили на ресурсы, плюс вы получили опыт, быстрее продвигаетесь к 50-му. Также проблема будет в кредитах. Ребят, вот кредит, это полная задница. Я вам советую, 2-2,5 миллиона у вас должно быть при переходе на следующий уровень. Потому что, как показала практика, я когда поднял себе зелю на 70-й, прокачал ее, все, у меня кредитов было тысячу. То есть, я столкнулся с гигантской этой проблемой в плане денег. Я вам советую, ходите каждый день стабильно на книжки, они вам пригодятся. Кстати, я вам сразу скажу, когда вы будете переходить с 60-го на 70-й уровень персонажей, качните все два ДДшника, то есть, основных два персонажа, которые наносят у вас основной урон. У меня это было зелье, это был Ян Цинь. Потому что, как показала практика, хила достаточно из 60-го, как вы видите у меня, да. То же самое и щита, то есть из 60-го. Бустовиков я постепенно начал поднимать, это вот броня, я ее только-только поднял. А так, в основном, я первым делом делал ставку на ДД. Потому что они наносят основной урон, и на них основная ставка. Так вот, книг вам понадобится где-то 250+. Мне 220 не хватило. Поэтому я вам советую 220, 250 фиолетовых. Поэтому, ваш текущий прогресс должен быть в чем? Сходили на артерию, выбили себе, там, 60, да, то есть, на 60 энергии, выбили себе кредиты. Второй раз сходили на артерию, выбили себе на 60 книг. Третий раз ресурсы. Лучше потратить эти банки и быстрее взять 50 уровень, и быстрее перейти на новую систему наград, которую я вам только что показал. Помимо этого, ваши персонажи, понятное дело, становятся с 60-го, на 70-е они переходят. Соответственно, они становятся сильнее. И ту же самую бездну, которая у нас с вами обновляется раз в две недели, которая приносит нам, там, 10 комнат, и каждая дает по 60 нефрита. То есть, вы сможете зачищать больше комнат, соответственно, получать больше наград. То есть, подведем такой промежуточный итог. Какой смысл брать 50-й уровень быстрее? Потому что, вы переходите на новую систему наград в виртуалке. Помимо этого, вам открывается 3-3-4-3-5-2-6-2. Что касается наград, не забывайте, что за первое прохождение вы получите 60 нефрита, плюс получите бижутерию, ну, и опыт, соответственно. Помимо этого, у вас больше возможностей в той же самой бездне, да, то есть, вы проходите больше комнат, больше наград, и, соответственно, у вас открывается возможность выбить себе вторую шмотку, то есть, легендарную, когда вы будете проходить коррозии. Но, опять же, шанс там не очень большой. Ну, и последнее, и самое главное. Чем же заниматься на 50-м уровне? Ребят, все очень просто. Старайтесь взять 60-й. Все. Самый простой момент. Доводите до идеала свои шмотки. Вот, например, я на зеле стараюсь реликвии. Помимо этого, следы старайтесь уже добивать до своего уровня. Опять же, то есть, приводите в порядок своих персонажей, чтобы перейти на 60-й уровень уже освоения в полной готовности с хорошими шмотками, с хорошими персонажами, с хорошей прокачкой. Ну, и, конечно же, уже где-то с 55-го уровня я снова стал копить себе кредиты, стал копить себе книжки, и чтобы моя цель перейти на 60-й уровень освоения именно заключается в том, чтобы у меня было где-то 5-6 миллионов кредитов, помимо этого где-то 500-600 книг, вот, и чтобы мои персонажи, еще раз говорю, по качеству были уже, например, как текущее зелье. А в целом, конечно же, ждем нового контента. Если этот ролик вам помог, ставьте палец вверх, делитесь с друзьями, подписывайтесь, увидимся, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok